Арк, Настя и Алина. Итак, прежде чем мы приступим к тому, что мы вам подготовили, вот нам для начала и скажите, только пожалуйста, я сразу предупреждаю, не кричать друг друга, не перебивать, поднимаем руки, получаем жетончики. Кто получит больше всех жетончиков, тому мы потом даём чупа-чупс. Всё. Итак, зарабатывайте. Значит, и прежде всего скажите, что же такое история? Что такое история, определение? Вещи, которые... И события, да? Согласны? Вот в тех двух классах даже почти точно сказали, а? Сколько уже лет люди на земле живут? Ну, раз вы сказали, это наука о людях, о событиях. Духи. Сколько, Ваня? Без помощи других каких-то наук, сами всё узнать о том, как жили люди, чем они занимались, или кто-то им в этом помогает. Духи. Так, ну, Ваня, всё, да, здесь хорошо. Вы сами даже догадываться должны будете, как эти науки называются. О трёх мы всего поговорим. Но я вам их не называю, вы должны сами догадаться. А я передаю слово своим помощникам. Так, Настя, пожалуйста. Итак, что же это за вспомогательная наука? Ну, прежде чем её отгадать, угадайте, что находится в нашем чёрном ящике. Пожалуйста, чёрный ящик. Слушайте, думайте и отгадайте, только руки поднимайте. А теперь вопрос. И кабали меня, и крутили меня. На пожаре я был, на базаре я был. А как молод был, всё людей кормил. Упаду, кости разлетятся вокруг, но собаки к костям не кидаются. Что же это такое? Что в чёрном ящике? Настя, ещё раз внимательно читай. Что-то там находится. И копали меня, и крутили меня. На пожаре я был, на базаре я был. А как молод был, всё людей кормил. Упаду, кости разлетятся вокруг. Так, с просьбой было не кричать. Плюхи дают. Так, Ваня. Седля? Нет. Ленины, молодец. Так, начни на руку. Так, давай ещё. Это может быть в рыболовной сети. Это нужно грибнику и ягоднику. Это используют турист и охотник. Это нужно сельским домохозяйкам. Это рассказала нам немало о жизни древних воров. Ну, город. Так что же в чёрном ящике? Так, лусов руку поднимай. Вот там что-то такое лежит. Лукошка. Ваня, думай. Чуть-чуть, маленечко. Лукошка. Так, ну, птицы. Что птицы? Нет. Ну, ну, ну. Нет. Ваня, ажи. Так, ну давай, Настя, теперь. Настя. Перед вами ленинный горшок и перестаток. С помощью какой же науки всё это найдено? Так, вот она называется. Алина, давай. Здесь перечислено 10 разных названий событий истории. Вы должны, и возле каждого названия стоит своя буква. На буквы стоят разнообразные. Вы должны правильно составить эти названия, начиная с самого раннего. Ну, вспоминаю даты. Если даже даты не знаете, то должны быть даты. Логически думайте. Это слово, здесь получится, оно очень было распространено в 18 веке в странах Западной и Европы. Да, вот вам подсказка. Там слово из 10 букв. Думайте. У нас сейчас 6-й Акласс, наверное, за 5 секунд отгадали. Думайте. Думайте. Ну, хорошие девочки, вы очки не зарабатываете. Правильно. Итак, мы смотрим, кто первый поднял руку. Итак, Гер, а как Гер, Флак и? Правильно. На международных соревнованиях. И как бы мы узнали, какая эта команда, какую страну она поставляет. Люди спрашивают. Ну, по флагу. По флагу. Правильно. По гимнам. По гимнам. Все правильно. Молодцы, знали. Это в денежных знаках, на печатях и некоторых документах. Наш герб представляет из себя четырехугольные, закругленные вниз углами, заостренные в оконечности. На нем, на гербе, изображен золотой орел, поднявшим вверх распущенные крылья. Он увенчан двумя малыми коронами и соединенной лентой, но большой короной. В левой лапе орла держава, а в правой скипетр. На груди орла изображен красный щит, на котором серебряный всадник, на серебряном коне с синим плащом и с копьем, который как бы убивает дракона, змея дракона. Так, сто раз перечислите эти все три науки. Так. Хронология. И того русского царя Петра Первого. Тихо, пусть он сначала сам попробует ответить. Сережа руку потом поднял, следующий. Так, не знаешь? Так, ну давай, Сережа. Романов. Романов, конечно. Все, запомни, Максим, я тоже читаю. Двину, сейчас нету читать. На каком языке читал и писал Чингисхам? Вот так. Тихо, тихо. Все думают и руки поднимают. На каком языке читал и писал Чингисхам? Тихо. Третий вопрос. На какой лестнице никогда никто не ходит? Тихо. Здесь предметы, которые были изобретены еще в древней сложности. Это средства передвижения, а не предметы. Кидайте штанчик. Еще вас. Волоска. Ну, вы тоже уже. Малинушка, отходите. Волосок и коллег. Дальше. На каком? Как? Представлялась я. Когда в военной истории опасность предполагает. Я, Нуромец, Добрынин Никитович и Алеша походят. Я, Алеша походят. Все правильно. Впервые стали печать.